привет мои богини привет мои хорошие сейчас мы с вами сделаем расклад на трех колодах таро на трех колодах разного цвета и сделаем такое гадание будет ли встреча вне зависимости от того бывшие там еще какого-нибудь вы загадали до своего тот который далеко уехал либо еще чего-нибудь в общем если вы ждете встречи либо надеетесь на нее просто либо уже забили полностью давайте посмотрим на таро я возьму именно 3 таро с каждой достану для каждого варианта по карте для того чтобы просмотреть ситуацию с разных таро сторон будет таро монара таро черная и герметическая таро итак давайте смотреть собираю карты пока убираю сначала буду выкладывать монару будет ли встреча будет встреча монара у меня тут немного измененная я добавила сюда немного рун не все кстати вообще не все руны я добавила итак смотрим четыре варианта будет ли встреча загадывайте пожалуйста на каждую карту дальше я беру черная таро сейчас мы помешаем его и выкладываем под каждым вариантом вы можете сейчас выбирать либо потом выбрать будет ли встреча и берем третью колоду герметическая таро она не особо любовная таро да но она тоже фон создаст знаете для фона выкладывая герметическая таро будет ли встреча загаданным человеком выбирайте пожалуйста девочки вариант и посмотрим загадали будет ли встреча не знаю что будет показывать каждая таро но я буду говорить прямо в саму в очень общем что будет предполагать эта встреча и будет ли она будет ли встречи так первый вариант смотрим так 4 император старший аркан пятерка кубков и верховная жрица девочки встреча будет это сто процентов я вам говорю по этому раскладу вы с загаданным человеком точно встретитесь причем знаете у вас получается вы как верховная жрица выпали а он как император выпали и между вами пятерка кубков выпала это значит что и он хочет с вами встретиться и вы хотите с ним встретиться дан и вот этот вот у вас связь еще есть и причем эта связь даже больше любовная но посмотрите на пятерки кубков тоже не зря изображена изображен один человек да и четыре вот тут вот бокала четыре кубка и как пятый кубок это изображены и вы и он то есть получается знаете как пятый элемент такой то есть у вас еще не все закончено не все проиграно и у вас по-любому будет встреча потому что его тянет к вам и вас тянет к нему причем вы довольно таки вы выпали двумя старшими арканами он императором вы верховной жрицей от кого зависит эта встреча до по по таро монара это получается что он хочет вас под себя хочет подогнуть вас под себя с точки зрения знаете мужчины и мужчины самца скорее всего знаете он такое ощущение что чувствует что вы от него можете быть как-то зависимы и он хочет это показать а вы вы выпали верховной жрицей женщиной которая в принципе не особо так от него и зависит да но насчет встречи да так как общий расклад у нас все-таки не будем вдаваться там во всякие описания все-таки вы встретитесь вы встретитесь причем и он хочет и вы хотите так что все будет супер единственная бы она для первого варианта здесь все-таки не выясняла например если вы все-таки хотите с ним выяснять отношения верховная жрица да она все равно стоит на своем на своем все-таки если вы хотите с ним продолжать отношения где-то надо будет немного и прогнуться и это как в переносном так и в прямом смысле прогнуться девочки так давайте посмотрим второй вариант будет ли встреча будет ли встреча и так у нас тут семерка мечей девятка кубков и четверка огня у вас девочки по второму варианту будет ли встреча ответ тоже положительный как и в первом варианте причем тоже между вами выпала девятка кубков но я имею ввиду там кубки у вас кубки и дело в том что тут идет с двух сторон скучание да если можно так сказать то есть я бы сказала даже что он больше по вас скучает чем вы по нему скучаете хотя может быть даже равнозначно причем тут тоже показывает что встреча ваша состоится но ее надо сделать чтобы она знаете когда вы друг другу пойдете уже что он будет делать первые эти шажки что вы к нему об этом как можно меньше должно ждать знать людей то есть тут есть такая вероятность по семерке мечей вероятность сглаза до спу отпугивания то есть если вы кому-то даже выскажите мысль что вы с этим человеком хотите встретиться да может реально быть сглаз какой-то то есть в вашу встречу могут ваши встречи могут помешать какие-то обстоятельства какие-то люди из-за того что они могут узнать об этом и вот кстати ваш молодой человек он в принципе да на кого вы загадывали он об этом знает что не надо многим говорить и он скучает он жаждет встречи с вами до в каком плане он хочет на вас посмотреть в жизни в реале да вот вашу энергетику ощутить он хочет посмотреть на вас внешне как вы выглядите ощутить даже может ваше тепло чтобы вы поприкасались к нему он поприкасался к вам тут вот такой вот вампирюга нарисован девятка кубков да это говорит о том что в принципе да люди по этой по этому раскладу они не страдают от знаков невнимания от других мужчин и женщин что вы не страдаете что он не страдает до но вы вы страдаете от того что вы не вместе страдаете от того что вы не можем не можете насосаться друг от друга вот этой какой-то энергетики страсти сексуальной какой-то энергетики это карта даже не сколько о любви говорит да сколько о как это говорит о сексуальных пазлах вы друг другу в этом плане в сексуальном плане как-то подходите и вот его до феромоны с вашими феромонами вводят хоровод то есть получается он скучает именно вот по вашей энергетике и насчет вопроса будет ли встреча она будет да но дело в том что тут очень тонко и нитка рвется и может порваться об этом не должны знать другие люди да и тоже может зависеть от обстоятельств от очень многих то есть подобрать день встречи вам получается реально не то что это будет случайно встреча это встреча которую надо как бы запланировать чтобы ему было удобно и комфортно вам было удобно и комфортно чтобы у вас как говорится не было например месячных да и чтобы у него было тоже такое гормональное хорошее состояние для того чтобы встретиться понимаете или не понимаете то есть дело в том что вот ваши встречи может ваши встречи могут помешать реально какие-то обстоятельства извне понимаете то машина сла может сломаться то еще что то и вот все что вас связывает вот для того чтобы вы встретились вот именно друг другом напиться с друг другом просто подержаться там за руки обняться встретиться даже взглядами людям которые друг другу сексуально именно подходят и встречи и и он хочет это естественно и вы хотите этой встречи но могут помешать обстоятельства но будет ли встреча будет она будет но единственное что может быть вот из этой семерки мечей вы не получите именно то что хотели бы от этой встречи понимаете либо он не получит то чего хотел либо кто-то из вас будет в каких-то может расстроенных чувствах либо в каких-то переживаниях на тот момент да и может вот можете не не получите от этой встречи такого серьезного полноценного коннекта с друг с другом ладно вот такой вот расклад был на второй вариант так третий вариант будет ли встреча двойка воды восьмерка мечей и король кубков будет ли встреча так по этой карте по по этому раскладу получается так что один убегает другой догоняет один убегает другой кто-то очень сильно хочет встречи а кто-то не хочет этой встречи тут еще знаете такое я бы не сказала девочки что вот этой встречи сейчас на данном этапе хотя бы то в это время в которое вы сейчас загадаете в принципе не советую вам хотеть с ним сейчас встретиться потому что это может быть какое-то выяснение отношений да это может быть какая-то обидка от этого могут какие-то комплексы возникнуть какие-то неправильно подобранные слова даже может даже скандала и руганий никакой не будет да но какой-нибудь некрасивый взгляд да от этого по восьмерке мечей реально могут какие-то комплексы начнется один хочет встретиться другой не хочет но вот наверное скорее всего от этого кто не хочет встречаться на лучше сейчас этого не ждать чтобы он к вам бежал навстречу потому что еще раз как говорится по по щам как мужики говорят получить там ментально в принципе не советую но это сейчас девочки так сейчас так что лучше человека не трогать и ближайшее время вот дело в том что тут может быть знаете если вы ему будете приказывать этому человеку хотеть встретиться с ним и вот давай насильно встретимся вот мне надо то 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 и то то вы можете встретиться да но это будет такая знаете оттяжка резинки от трусов которая потом может больно по этой попе и ударить хотя выпал тут еще и король кубков да но с восьмерка мечей король кубков и особенно из двойка воды это получается то что кто-то очень сильно не хочет этой встречи не желает ее кто-то из вас я не думаю что если вы загадывали сейчас да будет ли встреча что вы не хотите встретить с этим человеком скорее всего я так думаю что вы хотите да но девочки этого человека не преследуйте не преследуйте лучше его оставить сейчас спокойствие да даже вы в игноре каком-то просто забить хотя это и для по королю кубков это и сложновато будет но вот этот вот вот это восьмерка мечей говорит о том что это это встреча даже навязанная насильно она только вот будет бить будет бить по самолюбию очень конкретно а зачем нам чтобы нам било по лицу то что там кто-то не хочет встретиться правильно ну и лесом лесом там за поворотом так что девочки пока отложите эту встречу даже я бы сказала что советую просто вот поигнорировать хотя бы один-два дня и не навязывать эту встречу человек должен сам захотеть встретиться когда он будет хотеть сам да то встреча будет более менее нормально но вот сейчас если вы будете ее навязывать если вы даже будете шантажировать как-то его с этой вот встречи да то негативные какие-то высказывания могут быть вот или либо такое знаете взгляд высокомерный либо с высока и ты там чего пришла ну ну не очень хороший сейчас расклад именно будет ли встреча я бы этой встречи вам сейчас бы не советовала с ним так и давайте посмотрим третий расклад о 4 будет ли встреча семерка земли четверка кубков и правосудие поэтому четвертому раскладу будет ли встреча я вам скажу так такое ощущение что долго ждете этого человека реально долговато я бы сказала что и мучаетесь надо вам это либо не надо хочется найти ответы на эти вопросы но тут выпала четверка кубков четверка кубков выпала тоже и такая карта говорит о том что да 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 дается такая возможность дается опять надежда что это будет встреча но до встречи если честно сразу говорю вам девочки далеко до встречи она как бы даже и не особо так и запланировано такое ощущение что вы себе в голове планируете больше чем этот человек вы там уже даже распланировали ну и не не сколько бы распланировали сколько может размечтались да про на много надежд на эту встречу как как сказать да ложите что ли алла же ложите на нее девочки ложите но не надежды тут такие знаете болотные затягивающие отношения и вот это вот ожидание будем мы вместе не будем мы вместе что он скажет хочется конкретных ответов до этих конкретных ответов нету почти по четвертом этому варианту и вот это вот правосудие карта выпала 11 старший аркан тоже получается подвешенное конкретное состояние четверка кубков тоже тоже подвешенное состояние семерка земли по монаре тоже подвешенное состояние все три карты просто показывают ожидание реально просто ожидание какое-то сплошное ожидание но именно для четвертого варианта потому что ответа тут нету вот сейчас по трем этим картам по разным картам паром ответа нету будет ли встречи и все равно давайте я возьму тогда черная таро потому что более-менее положительная карта выпала именно из него четверка кубков будет ли встреча будет ли встреча и к чему она приведет блин девочки туз кубков выпал и и шестерка мечей знаете если вы сейчас стоите перед выбором быть с ним или не быть думать о нем или не думать о нем да честно скажу вам так уже возьмите топор ножики рубите с ним какие-то уже мосты веревки то что вас связывает реально отрубайте да то есть можно начать все с чистого листа через какое-то время до чтобы прийти в нормальное такое состояние свое а не быть в этом подвешенном состоянии в котором вы находитесь сейчас и дело в том что тут вроде бы и туз кубков выпал до четверка кубков туз кубков и это все закрывает это шестерка мечей ну если честно тоже не очень расклад очень тяжело расстаться с этой мыслью расстаться с мыслью об этом человеке и вообще расстаться со своими мыслями об этом человеке вообще с ним очень тяжело реально очень тяжело будет ли встреча в ближайшее время вот я вам скажу да вот такой вот встречи которая решит ваши душевные какие-то терзания то они то и и в принципе девочки не будет я бы сказала что тут вот тут что такое психологическое идет именно вот с вашей стороны психология знаете какой-то вот такой зависимости то есть когда все время хотел ну вот если на вещи перейдем до все время хотел себе шубу хотела хотела себе шубу хотела и это а ю нету да и вроде ждешь ее и ждешь уже от этого человека может самой купить вот какие-то такие мысли копошения в голове знаете когда не знаете где не брать не брать может деньги на что-то другое потратить в общем сами вырастили вот это вот в голове чудо-юдо сами вырастили в голове и вот это и в голове вот эту мысль и надо рубить это даже несколько от человека этого зависит на которого вы гадали да сколько от вашего настроения и от ваших ожиданий от вашего характера от терпеливости ваши это все зависит то есть в голове такая вот каша получилась каша из ожиданий характеристик себя его от каких-то действий а вроде бы это уже это даже не то что вы действия какие-то в сторону его делаете до полудействия которые не закончены до человек сам не знает что вы от него хотите если честно он даже и не особо то в курсе да что вам от него надо а если вы ему сейчас допустим напишите какое-нибудь сообщение как и честно и конкретно просто зададите ему вот эти вот вопросы что у вас в голове висят да например будем ли мы с тобой вместе я хочу за тебя замуж ты готов жениться на мне или нет да он прочитает и он тупо не поймет что вы от него хотите и почему вы это хотите и что явилась предпосылкой того что вы хотите это именно от него понимаете очень запутанные вот этот четвертый вариант выпал я бы посоветовала вам просто вот эту вот кашицу из головы как-то убирать да вы тут уже совершили вот этих очень по семерке по семерке земли совершенно много полу действий по отношению к друг другу очень много было нет договоренности может быть какого-то вранья и сделано очень много неправильных каких-то выводов что у него в голове что у вас в голове и вот это вот карта правосудия старшего аркана она сюда вмешивается потому что надо уже отделять как говорится черного черное от белого надо отделять зерна от плевел надо отделять рис от гречки да вообще вообще тут надо начинать все сначала либо уже полностью забить проигнорить может какое-то время да не думать об этом человеке для того чтобы вот например за лунный месяц вот просто о человеке не вспоминать пытаться о нем вообще не думать не анализировать ничего да потом у вас это все в памяти сотрется при сотрутся вот эти какие-то полу действия его свои да и советую не копаться не углубляться в отношении и в обдумывании вот и вообще вот этой ситуации с ним потому что реально все это какие-то домыслы с его стороны с вашей стороны много где что надо было обдумать да много где надо было бы сказать свое мнение спросить задать правильные вопросы все это на каких-то полутонах было очень много недоговоренности даже какого-то просто вранья даже даже сами либо он либо вы не понимали зачем вы ему это говорили да в общем тут все таки висит эта карта правосудия и она еще будет висеть это старший аркан она еще будет над вами висеть просто эту ситуацию надо как-то пережить и на вопрос будет ли встреча вот на этих полутонах да на вот этом тоже что вы сейчас сотворили это встреча но реально не будет потому что она в принципе ни к чему не приведет ни к какому выводу никаким решением друг другу руки никто не протянет и вроде бы и симпатия какая-то да тут выпадает и четверка кубков и туз кубков да но просто какие-то полные стопроцентно сто процентов каких-то неправильных действий по отношению к друг другу тут либо все сначала начинать с чистого листа да но по-другому как-то не так полутонами тут нельзя разговаривать полу вопросами полу действиями да намеками какими-то тут вообще ничего не решится вот такой вот расклад тут выпал ладно вот такой вот на сегодня был расклад можно смотреть вот это гадание и в другие дни мы с вами будем по-новому гадать и будем смотреть состоится ли встречи или нет все таки а вот эти вот гадания они на небольшой период времени для того чтобы гадать на большой период времени надо это время загадывать я с вами сейчас это время не загадывала а просто смотрела хочет ли он сейчас с вами встретиться будет ли эта встреча все девочки пока пока